СПОНСОР ПРОГРАММЫ ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ КЛИНИКА ФОРМУЛА В эфире Бьюти Тайм. Всем здравствуйте в ближайшие 20 минут о жизни в самом красивом ее проявлении. СПОНСОР ПРОГРАММЫ Дети готовились в течение двух месяцев. С ними работали самые лучшие преподаватели по актерскому мастерству, по фотопозированию, по стилистике. Работал психолог на проекте, дефиле подиумный шаг. Я думаю, что дети узнали и открыли для себя очень много нового. Я думаю, что это даже... Они стали немного другими. Я думаю, что кто-то из них захочет продолжать этот путь моды, красоты и творчества. Такое количество участников – это самый настоящий стресс еще и для тех, кто работает по ту сторону подиума. Но и с этим взрослые также справились на отлично. Такое количество детей, 66 моделей, мы одевали первый раз. Это был такой очень интересный опыт. Было сложновато, но нам понравилось. И мы думаем, что мы справились с этой задачей. Очень модная одежда для детей. Она очень разнообразна. Мы можем подобрать для любых детей интересные модели. Но я думаю, некоторым детям очень понравились попробовать в качестве модели. Им нравилось примерять наряды, представлять, как они будут ходить по подиуму. Они в магазине дефилировали в этой одежде, представляли себя в этом наряде. Мне кажется, если это у кого-то и первый опыт, то он будет точно не последним. Жюри конкурса – известные деятели фэшн-индустрии, фотографы, виджеи, режиссеры и модели. В их числе юная Агния – обладательница уникального голоса. В тот вечер были на высоте и постановщики модного шоу. А по количеству фотографов с операторами на площадке, конкурс «Я – модель» может сравниться с лучшими мировыми фэшн-шоу. Мы не планируем не просто, когда дети ходят по подиуму, а дети вовлечены в определенное некое действие, в некое шоу со своей атмосферой, красотой, эстетикой и так далее. Очень много артистов различных, хорошего уровня, звездных. Работы сегодня будут на подиуме, на сцене. Ну, в общем, знаете, такой амбициозный конкурс, я бы сказала. То есть это не разовая такая акция, вот сегодня дети выступили и все. Многие дети получат путевку в жизнь в большой модельный бизнес. И это, конечно, приятно. Путешествия в Диснейленд, фотосессии у известных фотографов и приглашения на недели моды – сложно сказать, какой приз из этого списка более значимый. Если же говорить о конкурсе в целом, то каждый ребенок смог реализовать свои возможности. А для кого-то даже сбылась мечта стать моделью и пройтись по подиуму. Продолжение следует... Транспарентность, она же прозрачность, которая уже не первый сезон присутствует на подиуме, обычно бывает представлена в двух вариантах. Первый – это легкие шифоновые фактуры. Второй – это кружево, сетка и гипюр различной степени плотности и состава. Несколько примеров транспарентности в продолжении выпуска. Очень часто можно услышать мнение, что вся одежда уже была изобретена. И сегодня дизайнерам остается работать в направлении апгрейда уже существующих моделей. Отчасти эту мысль подтверждает тренд на транспарентность. Взять, к примеру, куртку-бомбер из плотного кружева – привычная модель в провокационной подаче. Пулловер или джемпер из транспарентных тканей позволяет создавать много разных комбинаций. От вариантов на голое тело и до сложных многослойных луков. Еще одна актуальная вариация тренда – сетчатые и кружевные рукава на платьях, футболках и трикотажных пуловерах. Если полупрозрачные шифоны выглядят, как правило, по-вечернему провокационно, то идея транспарентности, реализованная в сетках различной плотности, смотрится буднично, но эффектно. Отчасти задача дизайнеров не дать нам заскучать, ну а нам быть готовыми примерять яркие идеи и уметь удивлять окружающих и саму себя. Элегантный дизайн новой коллекции и неизменно высокое качество, за которое вам так нравится польская одежда. На Пушкина 65 и Сони Кривой 30. Студия маникюра и педикюра «Лаки» в самом центре города на Алом Поле. Профессиональная обработка и стильное покрытие. Мы работаем одноразовыми инструментами. Студия «Лаки», проспект Ленина 65. Если нужно, поможем с парковкой. Второй фестиваль органического образа жизни «Органик Нейшн» с 1 по 3 июня на озере Тургаяк. Трехдневный семейный праздник. Йога-практики с мастерами из Индии, США, Мексики и России. Лекции и концерты. Детская анимация и вечерние шоу-программы. Регистрация на сайте organicnation.ru Студия красоты «Гуфа». Подготовим к работе и празднику за один час. «Гуфа». Работаем для вас достойно и доступно. Телефон 266-400. Йога в современной действительности – это и способ снятия напряжения, и возможность поддержания физической формы, а с некоторых пор еще и тема для конкурса среди самых обаятельных поклонниц йога-практики. О проекте под названием «Йогини в бикини» смотрите в продолжении выпуска. То, что идею с йога-практиками можно трактовать по-разному, сегодня никого не удивишь. Пример тому – проект «Йогини в бикини». За два месяца 47 выбранных на кастинге девушек должны посещать занятия, соблюдать предписания по питанию и жить в гармонии с самой собой. Главный критерий был – это желание. То есть мы не отслеживали ни по возрасту, ни по каким-то там внешним характеристикам. Главное – желание. Мы отслеживаем, чтобы девушки посещали занятия. И с проекта можно выпасть, потому что в финал проходит только 15 участниц. Но при этом мы предоставляем свободный выбор, потому что каждый сам несет ответственность. Мы никого, естественно, не заставляем отказываться от мяса, потому что тоже у людей впечатление о йоге – это отказ от мяса. Есть рекомендации – это убрать всю синтетическую пищу, то есть чипсы газировки, но это не нужно. Наладить отношения с питьевым режимом, больше фруктов, больше овощей, ну и позитивно мыслить. Финал проекта пройдет на фестивале «Organic Nation» с 1 по 3 июня. 2 июня мы будем выбирать одну победительницу из 15. У нас будет жюри из Индии, из Москвы, из других городов России. Главный приз Йогини в бикини – поездка в Индию. Но даже само участие в проекте подарит много экзотических впечатлений ее участницам, как, например, эта практика стояния на гвоздях. На самом деле у всех девочек свои какие-то цели в этом проекте. Кто-то пришел найти единение с души и тела, кто-то похудеть, может, решил, кто-то познакомится и так далее. Мне нравится общение, мне нравится осознанное питание, в которое мы все постепенно вливаемся, в правильное питание, в правильные мысли, образ жизни и так далее. Я не тянулась никогда в жизни своей, и кто-то гибкий от природы, ну, я вот не из этих людей, то есть мне приходится все-таки над собой работать. И иногда, да, больно, и девочки говорят «дыши, дыши, дыши», я дышу, и вроде потихонечку это получается. Моя первая поездка в Индию, она была очень для меня знаменательной, очень решающей в жизни, поменяющей, меняющей приоритеты все. Вот, я сразу подумала, что вторая поездка была бы тоже, наверное, очень приятным бонусом. Вот, поэтому я решила участвовать в проекте. Но не только поэтому, потому что это интересно, это какое-то движение, всегда какие-то новые эмоции. Вот сегодня в Гвозди, для меня это тоже большой шаг вперед. Фестиваль «Органик Нейшн» – одно из главных мероприятий, популяризирующих йогу в нашем регионе. К традиционным лекциям, мастер-классам теперь прибавится этот красивый во всех смыслах финал конкурса «Йогиня в бикини», который мы непременно осветим в нашей программе. Это «Бьюти Тайм» – программа о том, что делает жизнь красивой, а внешность ухоженной. Продолжаем выпуск. Проект представляет клиника пластической хирургии и лазерной косметологии «Диплекс». Нитевой лифтинг, работа с овалом лица, возможность придать более четкие очертания, избавиться от провисаний ткани и укрепить мышечный каркас. Именно с такой целью в клинику обратилась имиджмейкер Елена Бер. И как альтернативу круговой хирургической потяжке ей предложили нитевой лифтинг. Такие заметные носогубные складки, морщины, марионетки – это все корректируется с помощью нитевого лифтинга. То есть устанавливаются нити, которые позволят подтянуть. Вот так вот получается более четкий контур. Челюсть и расслаживается вот эта складочка у нас. Будем использовать рассасывающие нити. Что они дают? Они, во-первых, дают подтяжку хорошую. И пока они рассасываются, они укрепляют кожу и формируют плотную ткань, которая будет препятствовать опущению лица основа. Эффект сохраняется до 2-3 лет. Когда пациент приходит с жалобами на нечеткий овал лица, на провисание брыли, носогубные складки выражены, всегда есть решение сделать большую операцию, сделать подтяжку лица, рукава или фейслипинг. Вот. Ну, с Еленой было так. То есть она не была готова к реабилитации, поэтому мы решили расходиться малоинвазивными методами, которые дают в быстрый эффект с минимальным временем реабилитации. То есть 2 недели, месяц. Фотофиксация 3-5 ракурсов необходима для того, чтобы сравнить результат нитевого лифтинга до и после. Еще одно преимущество нитевого лифтинга в том, что проходит он под местной анестезией, а значит не требуется госпитализации. Нити обезболены входа-выхода. То есть будут установлены на каждую сторону по 2 нити. Одна нить будет установлена на скуловую область и на щеку для подъема лица с целью уменьшения носогубной складки. Вторая нить будет ставиться по краю нижней челюсти, что позволит убрать брыльку и также разгладить морщину морейонетки. Вот так вот выглядит нить. Нить имеет насечки, сходящиеся к центру. За счет этих насечек фиксируются ткани на лице. Все, вот сейчас нити все установлены с обеих сторон справа-слева. Вот сейчас идет этап подтягивания нити. И чуть-чуть для фиксации кожи уже на них. Вот все. В конце процедуры нитки обрезаются. И процедура нитевого лифтинга закончена. На следующий день после установки нити необходимо показаться врачу. В целом процесс заживления занимает 2-3 недели. То есть сейчас вот после вина операции данными нитями первый эффект получен. То есть это лифтинг, истинный лифтинг лица. Дальше нить будет постепенно рассасывать, вызывая фиброз ткани глубокий для формирования более плотной основы под кожу, чтобы замедлить процессы старения и сохранить результат процедуры до 3-х лет. После нитевого лифтинга заживает все достаточно быстро, потому что там нет разрезов. Делается через небольшие проколы. Проколы заживают там через 3 дня. По ходу нити будет, конечно, и отечность небольшая. Это все проходит в течение 2-3 недель. То есть через, ну скажем так, через месяц после операции уже лицо-то совсем другое. Я чувствую, что овал лица у меня становится совершенно другой. У меня немножко болит за ушами, потому что здесь зацепки. То есть там тоже пластыри. Я обрабатываю. А вот здесь же я ничего не чувствую. Я перестала видеть. Тут вот у меня были морщинки, тут брыльки. То есть все они уходят. И я вижу, что с каждым днем этот процесс нарастает. То есть даже жду, когда это дойдет до своего эпогея. Эффект от нитевого лифтинга сохраняется до нескольких лет. Мы встретились с Еленой через полгода после процедуры. Синяки довольно быстро сходят. То есть я уже совершенно спокойно могла работать через 2 недели после операции. Чувствовала я себя прекрасно. Заживала все хорошо. Но потом надо все-таки еще позаниматься кожей, процедуры улучшающие, состояние кожи. Когда делаешь, тогда, конечно, эффект становится еще лучше. Задача нитевого лифтинга именно зафиксировать ткани в том положении, скажем, более благоприятном, более… Если пациентам говорят, как я вот узнаю, как я буду после операции, по подиоподтяжке. Я говорю, очень просто. Придите домой, лягте на спину, в руки берите зеркало, смотрите, если встраивает вот такой результат, приходите на нитевую подтяжку. Если вас вы хотите больше, человеку туда приходите, будем делать другую операцию. Я работаю в крупной компании. Моя жизнь – это бесконечная гонка в стремлении удержать успех. А еще на плече в дом, дети. В этом круговороте почти не остается времени на себе. Хочется вернуть молодость, энергию, азарт. Хочется снова завораживать своей красотой. Чувствовать себя желанной. Я обратилась к профессионалам. Доктора не просто смогли изменить что-то во мне. Они помогли мне найти то, чего я хочу сама. А затем исполнили мою мечту. Я врела новую жизнь. Клиника Диплекс. Каждая достойна быть красивой. Профтерапевтическая клиника «Формула». Эндокринология, терапия, косметология, элементология, эстетическая медицина. Персональный подход к вопросам качества жизни, стройности и активного долголетия. На основе индивидуальных и комплексных исследований знаменитой лаборатории «Хеликс». Клиника «Формула». Мы в самом центре Челябинска. На Кирово 159. Наряды на любую погоду. В салонах женской одежды «Максимода». Завораживающие модели и дизайнерские решения для тех, кто не хочет оставаться в тени. Одежда с 46 по 72 размер. От лучших европейских производителей. В салоне «Максимода» на Пушкино 60. Вы смотрите программу «Бьюти Тайм». Продолжаем выпуск. Понятие базового гардероба со временем трансформируется. На смену крайне консервативным классическим моделям приходят более выразительные, но при этом универсальные дизайны. Так, например, вместо брюк классической длины базу, особенно в летнем гардеробе, могут составить брюки-кюлоты. Очень интересно они смотрятся в многослойных комплектах, которые позволяют создавать правильную пропорцию. Выбирая базовое платье, важно помнить, что это должна быть модель, выгодно подчеркивающая вашу фигуру и та, в которой комфортно. И очень неплохо, особенно в нашем климате, если это платье будет сочетаться с бомбером, жакетом или кардиганом. Характерные признаки базовых моделей – это сдержанные цвета и лаконичные силуэты. Подобные вещи в качественном исполнении, созданные из натуральных тканей, остаются актуальными не один сезон. Еще больше сюжетов о красивой жизни, новости и анонсах событий на сайте bt31tv.ru и на наших страницах в соцсетях. Ищите по хэштегу бьюти тайм нижнее подчеркивание ТВ. А на этом выпуск завершен, до встречи. Стилисты проекта. Модный дом я. Имидж студия Елены Ивановой. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова